Всем привет и доброе утро! Продолжается тыквенная неделя и сегодня у нас на завтрак тыквенная каша. Для этого нам понадобится пшено. Я его предварительно замочила, чтобы оно в дальнейшем не огорчило. Если вы не любите пшено, то используйте рис. Я на рисе тоже варю. Молоко 250 мл, полстакана, здесь семена льна, сахар по вкусу, обязательно тыква. Будь здоров! Спасибо! Тыква здесь грамм 150-200, не более. Одну столовую ложку сливочного масла, одна столовая ложка изюма, грецкий орех и у меня здесь еще веточка корицы. Сухофрукты используйте по вкусу. Если вы не любите изюм, используйте курагу, орехи можно любые, это и миндаль, и фундук. И если не любите корицу, можно добавить ванилин. Здесь уже все по вкусу. Ну а теперь начинаем готовить. Для начала нужно закипятить молоко. с водой разбавить. Пока закипает молоко, я слила воду, в которой было замочено пшено, и мелко порезала тыкву. Здесь порезанная тыква у меня 150 грамм. Молоко закипело. Добавляем пшено. Затем я сразу же добавляю щепотку соли. Обязательно в кашу нужно добавлять соль. Она придает вкус. И сразу высыпаю тыкву, мелко порезанную тыкву. Хорошо перемешиваю. Добавляю сахар. Сахар добавляйте по вкусу. Я сегодня сделаю послаще, потому что ее будет есть ребенок. Любит сладкое, ничего не сделаешь. И, конечно же, пробуйте. Убавляю огонь. Я ставлю примерно на четверочку. И оставляю вариться минут на 20. Прошло минут 10 после закипания. Я добавляю изюм. А вы добавляйте уже то, что вы любите. И добавляем веточку корицы. Я ее потом уже в конце варки уберу. Хорошо перемешиваем. И даем еще покипеть минут 5-10. И добавляем сливочное масло. В конце. Хорошо перемешиваю. Выключаю газ. Накрываю крышкой. И оставляю доходить примерно минут 15-20. Каша настоялась 20 минут. Дошла. Можно кушать. Можно кушать? Да, сейчас я положу кашки тебе. Вот так надо держать, мам. Понятно. Ты с орешком будешь кашу? Орешки съешь? С изюмом. С изюмом, понятно. Я орешки буду. И я посыпаю семенами льна. Каша получается ароматной и очень вкусной. Прекрасный вариант для завтрака. Я рецепт оставлю под видео. Заходите, смотрите. И подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик оповещения, чтобы не пропустить новое видео. А у нас с вами продолжается тыквенный марафон. Всем пока! Такая каша вкусная и полезная. Она с сивечком, с изюмом и с орешком. Такая вкусная каша.